А тем временем мы уже не одни, и вот так вот оживленно беседуем, мы даже не заметили, как снова появились вместе с вами в эфире. У нас в гостях сегодня Вячеслав Мартынов, заместитель председателя Госкомитета по ценам и тарифам Крыма. Абсолютно точно, и будем общаться мы, конечно же, на эту тему. Ну, многие люди понимают, что в следующем году наверняка будет рост, вот догадки их оправдаются, не оправдаются. Цены верстут. Да, дело в том, что наше ведомство всегда стоит на страже интереса баланса между предприятием и населением. Понятно, что ресурсно-снабжающие предприятия всегда хотят больше. А с чем это связано? Почему они говорят, что нужно... Почему они хотят больше? Ну, конечно. Ну, как любое предприятие, в основе его все равно лежит коммерческая деятельность. Безусловно, эта деятельность направлена на получение прибыли. Хотя наши группы очень далеки сейчас от прибыли, практически все они находятся в убытках, с учетом того, что много десятилетий, ими вообще никто не занимался, никто в них ничего не вкладывал. То есть все стояло на вот той базе, которая была построена еще в Советском Союзе, и никто, к сожалению, это не модернизировал и не развивал. А сегодня мы столкнулись с тем, что мы вошли в развитое государство, где очень много сетей были приведены в порядок и в 2000-х годах, и поэтому потери меньше, протяженности, мощности больше, и, естественно, тарифы более обоснованные. А у нас наше население столкнулось с тем, что раз, и все это возложили на его плечи. Но вот именно для этого и государством приняты меры для того, чтобы наши крымчане не почувствовали сразу резкого скачка, а разработаны специальные различные меры, как раз на страже которых и стоит комитет. Чтобы было это все постепенно, скорее всего. Да, совершенно верно. То есть разработаны в разных сферах, например, в сфере электроэнергетики, в сфере газоснабжения, специальные поэтапные планы, чтобы плавно и спокойно дойти до уровня хотя бы средних цен в Южном федеральном округе, и вот на этом этапе остановиться и перейти уже на общероссийскую модель, а общероссийская модель уже предполагает просто ежегодное повышение на уровень инфляции, установленной Минэкономразвития, там около 3%. Ну вот в первую очередь, что сейчас, к чему будет, стоит быть готовым крымчанам, что подорожает в первую очередь и на сколько? Да, ну давайте пойдем по всем отраслям отдельно, чтобы было понятно. Значит, начнем с самого основного воды. Слава богу, вы все видите, дожди пошли, то есть можно немножечко выдохнуть, поскольку вода у нас всегда является в паритете, водную блокаду, конечно, еще никто не забыл. Вот, в воде, волевым указом главы республики, было принято решение установить верхнюю планку тарифа, которая составляет 31 рубль 55 копеек. И за эту планку ни одна из водоснабжающих организаций не может выйти. То есть... Если нарушение фиксируется, то это... Если вы получили у себя платежечку, в которой указано, что ваш тариф выше, чем 31,55, вы направляете ее к нам в комитет с заявлением, и мы разберемся и накажем виновника. Хотел бы нашим уважаемым крымчанам сакцентировать внимание, что есть два разных понятия. Первое понятие – это тариф. Это то, что устанавливаем мы. Мы устанавливаем, ну вот, например, как мы взяли в воду, за один кубометр. То есть 31,55 – это за один кубометр. Второе понятие – это плата. То есть если вы израсходовали там 30, 20, 10 кубометров, вы умножаете наш тариф и получаете вот эту вот самую плату. То есть вот это нужно разделять, потому что платой занимается непосредственно ресурсник, мы занимаемся лишь установлением тарифа. Теперь, допустим, перейдем к теплоснабжению. Это основная такая статья расходов в наших платежках. Особенно зимой. Особенно, да? Странное, да, такое вот соотношение. Особенно зимой. Вот здесь тоже наши все тепловые сети изношены, ну, в край страшно. Логистика, как таковая, в принципе отсутствует. То есть бывает, что стоит огромная котельная, которая там отапливает 3-4 дома, каких-то социальных учреждений, и некуда дальше это тепло деть. То есть здесь об экономической обосновании вообще не идет речь. Вот, например, в этом году, в 2019-м, экономически обоснованный тариф для Крым теплокоммунерго, нашей основной такой локомотиву в этой отрасли, составлял 3 119 рублей за 1 кубометр. Фу, за 1 кубометр, за 1 гигакалорию. Волевым решением, опять-таки, главы Республики Крым при работе нашего комитета было принято, что максимальный тариф для населения составит 2300 рублей. То есть где-то на 30%? Да, где-то, ну, в разных моментах по-разному, но вот если возьмем в целом теплокоммунерго, то да, на 30%. То есть чтобы крымчане не ощущали на себе вот этот вот тарифный гнет, а все-таки могли более-менее свободнее своими средствами располагать. Ну, мы понимаем, да, что это серьезно снизит стоимость, и вот это вот, что в воде 3155, что в тепле 2300, не меняется в следующем году. То есть пока все остается... 2020 год фиксируются цены, вот эти, которые были установлены. Ну, вот про газ же, наверняка, слышали тоже, новости были. Перейдем теперь к газу. Значит, в газе ситуация очень сложная. Единственный регион, ну, кроме Севастополя, два нас в таких, брата-акробата в Российской Федерации, которые сами устанавливают часть цены на газ. Хотел бы нашим телезрителям немножечко рассказать подробнее, потому что, ну, сфера такая непростая, не каждый день мы с ней связываемся, цена на газ состоит из нескольких составляющих. Ключевую цену – это оптовая цена, по которой покупает наше уважаемое предприятие Крымгазсети. Ее устанавливает ФАС. То есть это порядка 55-60% от тарифа устанавливается в Москве, да, скажем так. Сразу снимаю себя большую часть, да. Остальное устанавливаем мы. Там есть три составляющие. Это транспортировка газа, то есть по вот этой нашей системе, снабженческо-сбытовые услуги и спецнадбавка, которая позволяет строить, газифицировать дальше поселки. Вот эту составляющую устанавливаем мы здесь уже в Крыму. Вот на сегодняшний момент пока действуют цены прошлого года. Мы ожидаем, когда сейчас выйдет приказ ФАС, вот как раз на эту оптовую цену, чтобы не перескочить через него. Мы не имеем этого права делать. Если до нового года не будет принят этот приказ, ну, точнее, он уже принят, не выйдет он в официальном публикации, мы примем пока на основании старого, а уже в следующем году примем на основании нового. Вот если все пойдет вот так, как я рассказал, да, в идеальном состоянии, то цена на газ, она дифференцирована. Есть потребители, которые потребляют до 3,5 тысяч кубометров в год. Вот для них цена составит 5,56 с нового года, и с 1 июля она поднимется до 6 рублей 3 копеек за 1 кубометр с 1 июля. Есть вторая категория людей, которые потребляют больше, свыше 3,5 тысяч. Вот все, что идет свыше 3,5 тысяч, будет считаться по 8,65. Тут изменения с 1 января тоже не предвидится. И только с 1 июля эта сумма увеличится на 0,6% и составит 8 рублей 70 копеек за кубометр. Хорошо, Вячеслав, спасибо большое за ваши рекомендации, советы и прогнозы. Мы будем надеяться, что все равно, что будут тарифы расти. Главное, чтобы у вас в доме было больше средств, больше денег. Оптимистично, Дима, так решил. Можете платить больше, главное, не ругайтесь. Главное, чтобы у людей было больше средств и богатый, накрытый, щедрый стол. Продолжение следует...